Торжественный старт Дню физкультурника был дан на стадионе «Виталург». Здесь не только объявили о начале состязаний, но и вручили награды людям, которые внесли значительный вклад в развитие спорта на территории Ленинского городского округа. Позвольте от имени Алексея Викторовича Спаслова, глава администрации Ленинского округа, и от себя лично поздравить вас с Днём физкультурника. Желаю вам силы духа, новых побед, свершений. Стремиться только вперёд. Безусловно, самым массовым видом спорта в этот день стал футбол. На четырёх площадках в футбольных баталиях приняли участие более 200 человек, причём не только из Ленинского округа. Здесь горки, видное, есть Домодедово. Из Домодедово приехали тоже к нам поиграть. С Москвы есть даже команда. А так, наши Молокова, совхоз, как обычно. В парке «Опареньки» состоялись соревнования сразу в нескольких дисциплинах. Это бег, скандинавская ходьба, велосипеды и беговелы. В них приняли участие более 80 человек в возрасте от 3 до 76 лет. Мы все тренируемся, мы как бы дружимся, между собой общаемся. Все сговорились, что сегодня бежим, мы все и пришли пробежаться сегодня. Компания друзей, с которыми мы каждую субботу в 9 утра сюда приходим. Также в первой половине дня на стадионе «Металлург» прошли соревнования по волейболу. В них приняли участие 6 команд из поселений Ленинского городского округа. Всего же в различных дисциплинах здесь выступило более 500 человек. Это все спортивные объединения, начиная от муниципальных секций, кружков, клубов и так далее. Это общественные объединения, это спортивные фитнес-клубы, которые развиваются на нашей территории, чтобы показать нашу силу и дух, спортивный дух нашего округа. Конечно, не столь массовыми были соревнования по шашкам, шахматам и настольному теннису. Впрочем, и здесь борьба была бескомпромиссной и азартной. Погода для занятий спортом самая подходящая. Иногда накрапывает дождик, но в целом свежо и прохладно. Стоит отметить, что в Дне физкультурника задействованы самые неожиданные площадки. Например, теннисные столы разместили в клубе «Десантник», который находится в Центральном парке. Одним из хедлайнеров второй части Дня физкультурника стал многократный чемпион мира и Олимпийских игр пловец Евгений Рылов. При организационной поддержке местного отделения партии «Единая Россия» он провел разминку с юными спортсменами округа. Не всегда бывает возможность приехать, у них как раз получилось. Ну, поработать можно, ребята стараются, это самое главное. Масштабным финалом Дня физкультурника стал фестиваль «Территория спорта», подготовленный при активном участии Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области. На нем представили свои стенды различные заведения Ленинского округа. Ледовый дворец, кажется, что там есть только лед. На самом деле у нас всего очень много интересного. У нас есть фитнес, у нас есть клуб единоборств, хоккей, фигурное катание, танцевальные студии. Поэтому мы такой многофункциональный спортивный комплекс. Стал гостем праздника и Евгений Рылов. Сюда он приехал, чтобы пообщаться со своим подопечным Владом Синилкиным. Мальчик, лишившийся в аварии ног и руки, активно тренируется и мечтает о победах в спорте. Всех рад видеть на этом прекрасном фестивале спорта. Он объединяет нас здесь всех, кто любит спорт. Также помогает развиваться нам детям. Я здесь не случайно. Все благодарительные средства, которые будут собираться и собираются, пойдут на помощь Владу Синилкину, который у нас прекрасно стартовал, несмотря на несчастный случай. Он показывает, как надо радоваться жизни, продолжает радоваться до сих пор. И показывает отличные результаты в спорте. Я уже с ним пару раз поработал. И это, наверное, один из самых доброжелательных людей в мире. Среди участников фестиваля были не только, собственно, спортивные учреждения округа, но и фитнес-центры, школы йоги и танцевальные клубы. Это спорт однозначно, потому что очень много акробатики, много выносливости должно быть, музыкальности, техники. И, соответственно, у каждого стиля своя база, своя техника, которую нужно уметь делать. Поэтому это еще подготовленность должна быть какая-либо. Таким насыщенным и фееричным получился День физкультурника. В нем приняли участие свыше двух с половиной тысяч жителей и гостей Ленинского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.